Продолжение следует... Спасибо, Сергей Михайлович. Меньше года остаётся до предстоящего юбилея Великой Победы. Напомню, что вот в такие же августовские дни, ровно 75 лет назад, советские войска вели тяжёлые фронтальные наступления, шаг за шагом освобождая и нашу страну, и Европу от фашистских захватчиков. 7 августа 1944 года первые части 4-го Украинского фронта с боями вступили на территорию оккупированной Словакии. Позади оставались освобождённые Минск и Львов, ну а своего освобождения ждали Бухарест, Белград, Варна и другие города Восточной Европы. В российских архивах хранятся уникальные источники, свидетельствующие об этой освободительной операции Красной Армии в Восточной Европе. На их прочной основе, на прочной основе этих источников российским историческим обществом будут созданы 20 историко-документальных выставок для жителей освобождённых европейских стран. Кстати говоря, в такие же августские дни, но уже 1945 года, а именно 6 и 9 августа, американскими военными по приказу американских политиков были совершены варварские атомные бомбардировки двух японских городов – Хиросима и Нагасаки. Мы, конечно, не хотим принизить значение и вклад наших западных союзников в разгром нацизма, но и о таких деяниях нужно помнить – об атомных бомбардировках японских городов, о ковровых бомбардировках целого ряда городов Европы и о других бесчеловечных способах введения войны. Уважаемые коллеги, поддержка школьного исторического образования остаётся неизменным приоритетом Российского исторического общества и Фонда истории Отечества. В 2013 году по поручению президента Российской Федерации под эгидой общества была разработана концепция нового учебно-методического комплекса преподавания отечественной истории в школах. Авторы концепции – это ведущие историки нашей страны – постарались создать все необходимые условия для более глубокого освоения темы Великой Отечественной войны. Напомню, что по новым учебникам десятиклассники изучают эту тему на протяжении целой учебной четверти. Многие знают, что на протяжении последних лет и Фондом истории Отечества также проводится ежегодный конкурс педагогического мастерства, который называется «История в школе. Традиция инновации». В этом году основной темой заданий для финалистов станет, конечно же, история Великой Отечественной войны и, прежде всего, освободительная миссия Красной Армии в Восточной Европе. Логичным продолжением этой работы видится и новый международный конкурс «Уроки Победы». Идея его проведения родилась на общем собрании Российского исторического общества в июне этого года и получила широкую поддержку в педагогическом сообществе. С организаторами конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации и один из лидеров на рынке учебной литературы – группа компаний «Просвещение». По итогам сегодняшней встречи будут подписаны соответствующие соглашения. Уважаемые коллеги, память нашего народа о Великой Победе опирается на твёрдое знание своей истории. Причеркну, что черпать его можно не только в архивах. Испытания, пройденные нашей страной, глубоко укоренились и в нашей культуре, в художественной литературе, в музыкальных произведениях, в произведениях изобразительного искусства. Поэтому к участию в международном конкурсе «Уроки Победы» будут приглашены как учителя истории, так и преподаватели самого широкого спектра гуманитарных дисциплин – русского и иностранных языков, литературы, музыки, изобразительного искусства. Рассчитываем, что конкурс позволит выявить не только профессиональное мастерство, но и творческие способности наших замечательных учителей. Для этого предусмотрены сразу 10 различных номинаций, в том числе и внеурочная активность, уроки классные часы и другие номинации. Приём заявок на конкурс начнётся 1 сентября, в День знаний, и я рассчитываю, что в этом интересном интеллектуальном состязании примут участие десятки тысяч наших замечательных учителей и методистов. Спасибо. Попрошу выступить Ольгу Юрьевну Васильевну. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Но я хочу поблагодарить вас, Сергей Евгеньевич, за добрые слова в адрес наших учителей, за тёплые к ним отношения, в адрес министерства. Никто не будет возражать с постулатом, что учитель – это главный человек в школе. И могут сколь угодно меняться технологии, но без фигуры учителя не будет ничего. Не будет ни обучения, ни воспитания. Он один и есть та самая ключевая фигура нашего образования. Безусловно, ученики и родители – это составляющие элементы, но без учителя ничто не может в этой жизни происходить. Почему я начала с таких пафосных слов, хотя я искренне считаю, что это так, потому что вы знаете, что одним из элементов важнейших национального проекта образования является федеральный проект «Учитель будущего». Меняются запросы наших граждан, меняются ожидания по отношению к учителю. И вот тот конкурс «Урок Победы», о котором уже столько сказал Сергей Евгеньевич, как раз то самое явление, которое созвучно тем задачам, которые поставлены перед нами страной и нашим президентом нашей страны. И, конечно, это будет состязание. Это очень хорошо, потому что это состязание призвано выявить самых активных, самых грамотных, талантливых педагогов, методистов из весьма солидного учительского сообщества. Ну, вы знаете, что министерство, сидящие здесь министры и коллеги знают, что министерство ежегодно утверждает календарь образовательных событий, в который мы включаем наиболее значимые даты нашей истории. В этом году среди таких дат было 70-летие полного снятия блокада Ленинграда, 5-летие вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. И вы знаете, что мы традиционно размещаем наши методические рекомендации, которые становятся своего рода опорным контекстом для наших коллег, которые работают в регионах. Мы знаем, что эти уроки проходят повсеместно, но на сегодняшний день нам бы хотелось ответной реакции, потому что что еще хотят получить наши учителя, что еще хотят увидеть в наших предложениях и рекомендациях. И вот как раз формат, о котором будут говорить мои коллеги нашего конкурса, предполагает вовлечение в процесс соавторства и сработничества всех активных наших учителей, и, конечно, будет содержать большую базу нового интересного методического материала. И я очень надеюсь, что у нас будут и отклики к тем, кто реализует все это в наших классах. И, пользуясь случаем, я хочу сказать большое спасибо Исаковичу Калине, потому что в московских школах мы сможем, в замечательных московских школах, проводить эти авторские уроки в режиме непосредственного нашего участия. Я надеюсь, что, уверена, что наш урок получит хороший, позитивный отлик в субъектах федерации. Встречаясь с нашими министрами не так давно, региональными министрами, мы рассказывали, и они хорошо очень восприняли эту идею. И вы знаете, что в Оргкомитет вошли руководители тех регионов, на территориях которых находятся города-герои. Конечно, если бы была возможность, мы бы включили все регионы, все 85, но возможности наши несколько ограничены. Но я уверена, что во всех регионах нашей страны мы проведем этот урок с большим трепетом. Я думаю, что будут очень хорошие результаты. Сергей Евгеньевич сказал о том, что мы сегодня подписываем соглашение, но хочу сказать, что это формальность, потому что мы никогда не прекращали работать с Российским историческим обществом. И, конечно, начало, основа большой нашей совместной работы положил историко-культурный стандарт, о котором Сергей Евгеньевич уже говорил. И вы знаете, что и министерство, и общество не раз организовывало взаимные конкурсы. И я считаю, что конкурс «Урок Победы» только углубляет и делает красивее и шире эту традицию. И я уверена, что он станет замечательным событием, иначе быть не может, в жизни нашей страны, в жизни наших детей, в жизни наших учителей, потому что 75-летию Победы, как мне кажется, должен быть пронизан каждый наш урок, потому что это должно ставить действительно кодом великой памяти и славы Российской Федерации те, кто отдал свои жизни за наше будущее, за наше счастье. Спасибо. Спасибо, Ольга Юрьевна. Я передаю микрофон Владимиру Ильичу Узуну, председателю Совета директоров группы компаний «Просвещение», сопредседателю конкурса. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемый Ольга Юрьевна, Леонор Валентинович, Сергей Евгеньевич, уважаемые члены Аркомитета международного конкурса. Конечно, 73-е Победы нашего народа в Великой Отечественной войне готовится отметить вся страна. Это наш долг не только перед миллионами соотечественников, павшими за свободу и независимость нашей Родины, но и перед новыми поколениями граждан России, которые должны помнить как о победе, так и о уроках той страшной войны. Нам очень отрадно, что научное и образовательное сообщество выступило с инициативой по проведению данного конкурса. Группа «Просвещение» полностью поддерживает этот почин и будет активно участвовать в организации проведения нашего мероприятия. И поверьте, это участие отнюдь не дань моде или конъюнктуре юбилейного года. С июня 1941 года в цехах типографии Красного Пролетария комплекс сегодня входит в группу «Просвещение» началось печатание легендарного плаката Ираклия Таидзе «Родина, мать зовет». Этот плакат, изданный в цехах Красного Пролетария, миллионами экземпляров мобилизовало все население страны на ратный трудовой подвиг во имя будущей победы. Да он и сам стал историей. В 1945 году издательство «Просвещение» со всей страной праздновало победу. Но в том же году мы отмечали свое 15-летие. За очень короткий срок в предвоенные годы издательство смогло решить важные государственные задачи по созданию серии стабильных учебников по всем предметам школьной программы. А в годы войны оно выпускало многочисленные пособия для воинов нашей армии и флота, внося свой вклад в грядущую победу над врагом, больше 220 изданий для бойцов Красной Армии выпустили в 1941-1945 год. Многие не вернулись, у нас есть герои. Уважаемый Владимир Иванович, в 2020 году вслед за 75-летием победы наш коллектив будет отмечать 90-летие издательства «Просвещения», превратившихся сегодня в общенациональный образовательный интегратор. За эти годы мы издали не только 14 миллиардов учебников и учебных пособий для всех ступеней образования в нашей стране, но и активно участвовали и участвуем в разработке и реализации общенациональной стратегии государственной образовательной политики. Как известно, одной из центральных задач национального проекта образования является единство образовательных и воспитательных задач, формирование не только знающего специалиста, но и гражданина России, патриота своей Родины. Именно поэтому мы, разделяя цели и задачи международного конкурса «Уроки Победы», выступаем и в числе его организаторов и приложим все силы к тому, чтобы он был проведен достойно и реализативно. Я очень согласен с Ольгой Юрьевной Васильевной, которая сказала правильно, это даже не конъюнктура, это продолжение той работы, которую мы ведем и с Министерством просвещения, и с Российским историческим обществом. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Ильич. Передаю микрофон Андрею Евгеньевичу Петрову, советнику министра просвещения России, ответственному секретарю Оргкомитета конкурса. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, после упомянутого Сергеем Евгеньевичем общего собрания Российского исторического общества была создана рабочая группа из представителей-учредителей, Министерства просвещения, Российского исторического общества, группы компаний просвещения, которая поработала, подготовила ряд документов, которые на первом заседании выносятся на ваше обсуждение. В частности, в папках у всех находится положение о нашем конкурсе. Что стало понятно уже после первых встреч рабочей группы? Стало понятно, что этот конкурс будет международным. Но сначала возникла идея сделать его, но победу одержали вместе. Это была большая страна, Советский Союз, Красная Армия. Весь народ Советского Союза одержал эту победу. Поэтому то, что конкурс будет охватывать СНГ, не было ни у кого вопросов. Но уже после первых упоминаний в июне месяце об этом конкурсе, мы поняли, что конкурс не ограничится границами СНГ. Мы уже понимаем, что есть интерес к нашему конкурсу в Палестине, в Израиле, в Германии, в других странах. Поэтому в заголовке нашего конкурса звучит просто международный конкурс, и мы уверены, что этот отклик найдет, будет соответствующий отклик в самых разных концах нашей планеты. Значит, что у нас получилось по номинациям? Тоже очень подробно и обстоятельно со специалистами мы обсуждали, как правильно сформулировать эти номинации. Их получилось 10. У нас будет 10 победителей и, соответственно, такое же количество лауреатов. Вот они, эти номинации перед вами. Конечно, там есть история, есть литература, музыкальный урок. Но, в принципе, вот такие уроки, как метапредметный урок, как социальный школьный проект, как классный час, эти номинации позволяют принять участие фактически любому предметнику в нашей школе. И более того, это даже будет интересно посмотреть, какие разработки предложат наши коллеги в разных концах страны. И уверен, что их можно будет очень интересно и красиво реализовать, показать. И они создадут хороший банк методических разработок, который можно будет использовать и после окончания празднования 75-летия Победы. Значит, какой у нас получается график работы? Как сказал Сергей Евгеньевич, конкурс стартует с 1 сентября. Уже на 29-30 августа запланированы мероприятия на масштабном фестивале образования «Город образования» здесь, в Москве, на ВДНХ сейчас или ВВЦ? ВДНХ. Значит, этот большой масштабный фестиваль состоится, там пройдут семинары, в том числе и обучающие семинары, о том, как грамотно составить заявку, для экспертов мы планируем семинары, чтобы они правильно понимали и одинаково в разных наших субъектах понимали критерии оценки этих работ. Дальше дается время для того, чтобы были подготовлены хорошие работы и чтобы они поступили в наши региональные конкурсные комиссии. В положении этот пункт отмечен и здесь потребуется большая помощь Министерства просвещения и достаточно такая ответственная работа наших региональных министерств, комитетов и департаментов. В принципе, мы исходим из того, что эта работа на региональном этапе будет организована по тому же принципу, что и работа в конкурсах «Учитель года», наше всероссийское сочинение. То есть эта работа понятна, по крайней мере, но ее требуется хорошо сделать. Дальше номинанты регионального этапа в ноябре месяце эти работы представляются регионами федеральное жюри. Значит, о федеральном жюри и о его работе отдельный пункт нашей повестки. И уже в декабре месяце по всем десяти номинациям будут предложены номинанты по три лучших работы, три лучших автора. Эти работы будут опубликованы на всех официальных ресурсах Министерства просвещения, Российского исторического общества, группы компаний, учительской газеты, наших партнеров информационных. Значит, и пройдет такой этап онлайн-голосования, проведение вживую этих уроков школы, получение отзывов от наших педагогов о том, как реализуется эта работа на местах. И в конце марта мы планируем, это как раз время, ну, сейчас каникулы плавающие, такие, конечно, в наших образовательных организациях, школах, но в конце марта по традиции, в общем, в большинстве наших регионов попадают каникулы, конец третьей четверти как раз. И вот в это время мы планируем всех наших лауреатов, 30 человек, пригласить сюда, в Москву. И на площадках образовательных организаций города Москвы вживую показать и посмотреть с жюри вот эту работу. Причем это будет не только работа, там два очных тура для наших лауреатов, но это будет и содержательная культурная программа, потому что они, мы организуем для них и посещение музеев тематических, директора музеев здесь находятся и входят в состав нашего оргкомитета. Проведем круглые столы и встречи с ветеранами. Мне кажется, что это был бы интересный такой в рамках подготовки 75-летия, очень интересная и значимая акция. И завершится все итоговым мероприятием, где мы наградим победителей. А в принципе, эта тридцатка, которая приедет в Москву, они все будут лауреатами разного уровня, но мы из них отберем, естественно, лучших. Это будет очень, видимо, сложная задача, которая предстоит нашему жюри. Доклад окончен. Спасибо, Андрей Евгеньевич, за подробную информацию. Попрошу выступить Александра Анатольевича Данилова, научного руководителя Центра гуманитарного образования и издательства «Просвещение» и заместителя председателя жюри конкурса. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, Андрей Евгеньевич сейчас уже сказал о тех особенностях, которыми отличается данный конкурс от всех, которые проходили раньше. Я добавил бы еще два положения, которые действительно являются тоже новыми. То, что уроки истории лишь раньше и обществоведения и учителя соответствующей категории вели такие разработки в рамках конкурса, это то, что отличало прежние конкурсы от того, что будет сейчас. Сейчас, как уже было сказано, по всем номинациям, практически по всему гуманитарному блоку и для всех остальных коллег участие в конкурсе открыто. Но я бы отметил еще и то, что сами разработки, которые прежде были лишь текстовыми разработками уроков, которые оценивались и более никак, так сказать, сейчас расширено совершенно, ну, профиль, так сказать, что ли, и характер самих, так сказать, материалов, которые будут представлены. Это, конечно, и печатные материалы, как были прежде, это и презентации, и видеоуроки, это и музейные практики, это целый ряд других нюансов, которые, значит, могут сами, так сказать, учителя предложить. Мы изначально планировали использовать лучшие разработки уроков для обогащения ими ресурсов российской электронной школы, московской электронной школы, сайтов ассоциаций учителей истории общества, знаменитого исторического общества. В настоящее время эти вопросы согласуются с юристами, так как они требуют еще и определенных проблем, связанных с авторским правом, но, так сказать, эти моменты могут быть использованы и в ином ключе. Мы уже говорили об этом с коллегами нашими из Департамента образования и науки города Москвы и другими коллегами, и полагаем, что есть и та форма, которую мы не хотели бы сделать обязательной для всех регионов. Страна разноликая, и существуют разные материальные возможности везде, но, тем не менее, ресурсы российской электронной школы и московской электронной школы, безусловно, будут использоваться здесь. Какие критерии оценки? Они изложены в положении, я подробно не буду останавливаться, но, конечно, это качество оформления представленной методической разработки, в соответствии темы разработки целям и задачам конкурса. Это, безусловно, и некая научная экспертиза будет проведена, потому что существуют совершенно разные подходы и взгляды к тем или иным вопросам, и здесь тоже надо очень чётко посмотреть эти вещи. Оригинальность замысла методической разработки, соответствие возрастным психологическим особенностям обучающихся по данному предмету и в данной возрастной группе, уровень проработанности содержания, который представлен методической разработки, полнота, целесообразность использования возможностей информационных образовательных технологий, методических приёмов, которые используются в методической разработке, а также организация деятельности, чтобы это был не просто монолог учителя, но чтобы это была живая работа самого ученического коллектива. Ну и практическая ценность методической разработки, возможность её использования в работе другими педагогами, соответственно, межпредметные практики, это может быть вообще мероприятие, которое будет носить не только классный характер, но и общий школьный характер. То есть это самые различные материалы, это тоже одна из важных особенностей нашего конкурса. Я хотел бы сказать о том, что в настоящее время предложен вариант состава жюри. В его составе на сегодняшний день 54 человека, и руководителем его является академик Таркунов Анатолий Васильевич, ректор МГИМО МИД Российской Федерации. По качественному составу жюри следующие характеристики я бы отметил. Академиков государственных академий 2 человека, членов-корреспондентов государственных академий 3, докторов наук разного профиля 14, профессоров 11, кандидатов наук 20, доцентов 12, директоров научных организаций 3, ректоров высших учебных заведений институтов постдипломного образования 3, 4 директора школы, 33 учителя-методиста, эксперты из числа представителей организаций и учредителей конкурса 29 человек, представителей ветеранских общественных организаций 10, работников органов управления образованием 4, членов Союза писателей России 4, членов Союза журналистов России 4 человека, представителей редколлегий и издательских коллективов средств массовой информации, включая профильные журналы 12 человек, заслуженных деятелей науки Российской Федерации 2, заслуженных деятелей культуры России 2, лауреатов государственных премий, премий правительства в области образования 5 человек, почетных работников общего образования 2, заслуженных учителей Российской Федерации 1, почетных работников высшего профессионального образования 1, отличников народного просвещения 1, Мы особо хотели бы выразить благодарность за участие в подборе жюри и участие представителей соответствующих коллективов. Хотели бы поблагодарить Исаакуась Чеколину, министру правительства Москвы, руководителю Департамента образования и науки Российской Федерации, потому что финальный итог будет подводиться здесь, в Москве, и здесь большая нагрузка как раз на Департамент образования, на все московские организации. Мы также благодарны президенту Российской Академии образования Юрию Петровичу Зинченко, поскольку все профильные институты Академии образования представлены здесь руководителями, ректору Московского педагогического университета Лубкова Алексею Владимировичу, как руководителю ведущего педагогического вуза страны. Мы хотели бы также сказать о том, что это то, что мы имеем на сегодняшний день, но состав жюри носит предварительный характер, мы будем рады всем предложениям членов оргкомитета и местных наших руководителей образовательных систем, которые внесут дополнения, коррективы, способные лучше организовать работу жюри. Спасибо. Спасибо, Александр Анатольевич. Я попрошу выступить Илью Сергеевича Димакова, учителя истории одной из Санкт-Петербургских гимназий. Илья Сергеевич в 2017 году был признан Учителем Года, получил это почетное звание. Пожалуйста. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, я думаю, что в самых различных планах наш конкурс, он очень полезное начинание. И мне, как учителю-практикующему, интересны именно вот такие очень практические инструменты, которые позволяют взять из живой школьной жизни хорошие эффективные практики, приемы от практикующих педагогов для того, чтобы применить их в решение наших сложных, серьезных задач, учебных и воспитательных. При этом, мне кажется, что очень важно и правильно вот это расширение блока номинаций, о которых сегодня мы говорили, потому что все-таки задачи воспитания и, прежде всего, воспитания патриотического решают, естественно, каждый учитель. И хорошо и правильно, что мы в этом смысле выходим за пределы кабинета истории. И этим конкурс будет решать такой естественный дефицит некой методической коммуникации между учителями разных предметных направленностей и позволит нам определить такие хорошие эффективные практики у разных педагогов и этими практиками обменяться. И это будет очень удачно. Но вместе с тем, мне представляется, что было бы хорошо для мотивации к участию и для такого интереса, для стимулирования интереса среди педагогов, практикующих к этому конкурсу, если мы учтем еще и задачи профессионального развития учителя. В частности, я бы хотел предложить подумать руководителям региональных систем образования о том, чтобы учесть результаты участия в этом конкурсе методических разработок при аттестации педагогов, для того, чтобы серьезно эти полученные результаты и призеров, и само по себе участие в этом очень серьезном федеральном конкурсе, они могли бы приниматься региональными аттестационными центрами, центрами оценки компетенций и таким образом способствовать не только обмену методическим опытом, но еще и профессиональному развитию. Спасибо. Спасибо. Владимир Иванович, хотел попросить Вас выступить. Не против? Владимир Иванович Долгих, председатель Совета ветеранов Москвы. Я так понимаю, что речь идет о достойной встрече 40-75 годовщины нашей Великой Победы. Я могу кратко доложить, что делается в этом отношении в Москве. В Москве проживали сейчас 7,5 тысяч участников и ветеранов войны. Надо сказать, что все они сейчас, так сказать, за пределами 90 лет уже, поэтому в Москве нацеленность в первую очередь относительно индивидуального обслуживания каждого участника Великой Отечественной войны. На это направлены все усилия, так сказать, социальной сферы нашего города. В Москве создан организационный комитет по достойной встрече 75-й годовщины Великой Победы. Этот комитет утвердил развернутый план по подготовке и проведению этой великой даты. Целью ее мы считаем в первую очередь повышение статуса этой победы, потому что значение ее трудно переоценить, особенно в современной международной обстановке, когда речь идет, как говорится, о перетягивании одеяла на свою сторону. В первую очередь со стороны и Соединенных Штатов Америки, да и западных стран. Надо сказать, что там в общественном сознании внедряются все, так сказать, понятия о том, что победу одержали союзники, а не Советский Союз. Поэтому нам приходится не только поднимать статус, но и защищать нашу победу. В плане у нас предусмотрено 11 научно-практических конференций, а также, так сказать, мероприятий, связанные с датами нашей великой истории. Так сказать, кроме этого, мы намечаем конференции по наиважнейшим датам Великой Отечественной войны, а также пройдут презентации по всем полководцам победы, потому что в этом направлении у нас большая работа предстоит, потому что уходят, так сказать, в прошлое и, так сказать, эти знаковые люди. Надо сказать, что в городе существует и действует полторы тысячи музеев, и сейчас проводятся конкурсы и фестивали, так сказать, на лучшие достижения, так сказать, работы. Целью всей этой работы мы ставим улучшение, так сказать, патриотического воспитания, так сказать, нашей молодежи. И в этом отношении, так сказать, проводится, я бы сказал, большая работа вместе с департаментом образования и другими подразделениями московской власти. У нас полная уверенность в том, что если нам удастся довести до реализации все те планы, которые мы себе нарисовали, мы достойно, безусловно, встретим 75-ю годовщину нашей великой победы. Спасибо, Владимир Иванович, за информацию, а главное, огромное спасибо за большую работу возглавляемого вами Совета ветеранов. Спасибо. Прошу выступить Теллиадору Валентину Митрофанову. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич, Владимир Иванович, Ольга Юрьевна, Владимир Ильич, уважаемые коллеги. И хочу сказать, что Министерство иностранных дел и Россотрудничество всячески поддерживает такой, конечно, конкурс, и мы включимся в эту работу, но Россотрудничество по существу, МИД по поддержке любой там визовой, еще какое-то всегда окажет содействие. Значит, могу сказать, что за рубежом у нас есть достаточно много школ русских с различной формой, начиная от школ при посольствах, где тоже преподаватели, я рассчитываю, что они полностью примут участие. Есть школы-интернаты с русской формой обучения, конечно, много русских школ в СНГ, и я считаю, что основной зарубежной, скажем так, конкурсантами могут быть, конечно, учителя, в первую очередь, из СНГ. Тем не менее, мне кажется, здесь очень важно, чтобы мы вовлекли в это и преподавателей из европейских стран. И здесь я вижу много тоже возможностей. Ну, кроме Германии, Израиля, где по определению очень много и русских, и различных школ различной формы обучения, и прекрасных преподавателей, методистов, мне казалось бы, что можно было бы вовлечь и зарубежную аудиторию в какой-то мере. Что я имею в виду? У нас есть города-побратимы, особенно города-герои-побратимы, ну, например, как Волгоград и Ковентри. Почему бы вот как бы не сделать, чтобы... Там же тоже есть преподаватели, пускай в английских школах, пускай это будет, там, скажите, что-то на английском языке, кстати сказать, для того, чтобы было бы неплохо, чтобы что-то было переведено, если это можно, там, скажем, на английский язык. И мы бы тоже могли подтащить их с их вот уроками. Это было бы тоже интересно, кстати сказать, в чисто методическом плане для наших преподавателей. А как это делается? Скажу пару слов о том, что Россотрудничество, ну, по существу, полностью готово уже к следующему году, потому что мы сделали весь набор, значит, выставок, которые мы направим не только в наши культурные центры, но всем послам, чтобы они там, где нас нет, чтобы они могли эти выставки. У нас подготовлена серия художественных фильмов, лучших наших, связанных с войной, они все переведены, так сказать, на семь языков. Документальные фильмы, то есть вот такой, скажем так, минимальный набор того, что нужно сделать, у нас уже готов, мы в этом плане работаем тесно и с Союзом музеев, и, конечно, в первую очередь, с Музеем Великой Отечественной войны, с военно-историческим обществом и с историческим обществом. И мы готовы и открыты ко многим, так сказать, пожеланиям и инициативам, я бы так сказала. Единственное, чтобы мне показалось, что не мало ли 30 только победителей, может быть, сделать побольше, если с учетом того, что там могут быть зарубежные. Это вам, я понимаю, что вы много думали над этим, но мне бы казалось, что, может быть, как-то, а может быть, какую-то специальную номинацию, несколько специальных номинаций сделать. Особенно, если действительно нам удастся привлечь западных преподавателей, которые наверняка тоже, в частности, мне почему-то все Ковентри, поскольку сейчас будет встреча, вот, Волгоград-Ковентри, это такое очень, несмотря на все наши, такие, политические сложности, связь там не прерывалась никогда, и все очень, продолжается эта работа. Вот, поэтому мы открыты, готовы, МИД готов поддерживать, Россотрудничество тоже готово к любым, так сказать, любым вашим инициативам. Спасибо большое и успеха. Спасибо большое, Елена Валентиновна, и за выступление, и за, по-моему, хорошее предложение о возможном расширении числа номинантов и номинаций. Может быть, действительно стоит выделить отдельные номинации для учителей, преподающих в школах за рубежом, с учетом особенностей этого языка. Спасибо. Передаю микрофон Ольге Сергеевне Яриловой, заместителю министра культуры Российской Федерации. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, уважаемая Ольга Юрьевна, уважаемый Владимир Иванович, уважаемый Владимир Ильич, Леонора Валентиновна, коллеги. Безусловно, Министерство культуры всецело поддерживает инициативу проведения конкурса, и мы примем в его организации самое-самое активное участие. И Андрей Евгеньевич уже сказал, когда докладывал о том, что большая представительная делегация отрасли культуры включена в состав организационного комитета. Это директора наших ведущих музеев и музея современной истории Ирины Яковлевны Великановой, и, конечно, наш государственный исторический музей Алексей Константинович Левыкин, и Александр Яковлевич, школьник музея Великой Отечественной войны. И я хочу вас заверить, что каждый из них абсолютно готов принять победителей этого конкурса и подготовить самую интересную культурную программу. Но я также хочу сказать, что и не только эти музеи, но и все другие учреждения культуры мы готовы обсуждать. Безусловно, с радостью примут победителей этого конкурса. Не могу не сказать, что Российское военно-историческое общество также активно заинтересовано в участии в этом проекте. И напомню, что с 2014 года РВИО реализует и участвует в подготовке материалов для уроков мужества. И я думаю, что будет правильно, если мы будем этот опыт, уже наработанный за столько лет, учитывать при проведении нашего конкурса. И мы даже предлагаем, чтобы РВИО, возможно, взяла на себя функции проведения научной экспертизы, представляя их материалов, мы к этому абсолютно готовы. И Российское военно-историческое общество тоже к этому готово. Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Мы вместе с Министерством просвещения, с Ольгой Юрьевной, реализуем, уже начинаем с 1 сентября, такой проект, культурный норматив для школьника. И сегодня мы уже определили по семи направлениям в сфере культуры тот норматив, тот минимум, который должны почитать, узнать, посмотреть наши школьники. И я хочу вас тоже заверить в том всех, что часть патриотических проектов, патриотической литературы, спектаклей, музейных экспозиций и так далее обязательно включена в этот минимум, и мы тоже будем это учитывать. Ну и в заключении у нас есть еще одно предложение. Я напомню, что на очередном заседании предыдущем Российского организационного комитета победы Владимир Владимирович сказал о том, что наш музей Великой Отечественной войны должен, безусловно, стать такой главной площадкой основной празднования 75-летия победы. И мне кажется, было бы логично и было бы, наверное, правильно, чтобы мы итоговое мероприятие и, может быть, награждение победителей провели бы как раз на этой площадке. Спасибо большое. Спасибо. Попрошу выступить Жанну Владимировну Воробьеву, председателя комитета по образованию в Санкт-Петербурге. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, уважаемая Ольга Юрьевна, Владимир Иванович, Элеонора Валентиновна, Владимир Ильич. Я хотела бы отметить, что, конечно, безусловно, сам проект, наш проект «Уроки победы» он важен в части и воспитания, и актуален особенно воспитанию подрастающего поколения, наверное, чувство благодарности за возможность, предоставленную, жить в мире. И также в части развития профессиональной педагогической культуры наших учителей. Ну и, конечно, важно то, что этот конкурс позволяет расширить спектр возможностей участия в нём конкурсантов. Это прописано и в положении, мы уже калуарно обсуждали с коллегами, это имеет место быть. Но, однако, вот в год юбилея победы методические работы наших лучших ведущих педагогов, и особенно ценно, что здесь в этой номинации есть и конкурс классных руководителей, могут, есть возможность через этот конкурс посмотреть на факты истории, которые мы доносим до наших ребят, школьников, подрастающего поколения молодёжи, используя современные технологии и новые формы работы. Это важно, потому что такие возможности в нынешних образовательных школах у нас есть. Это какая-то и мотивация, и интерес у ребят обязательно дополнительная появится. Ну, на наш взгляд, у Санкт-Петербурга особая миссия в этом конкурсе. Прежде всего, город Санкт-Петербург обладает мощным историко-культурным потенциалом и имеет большое количество памятных мест, которые связаны с темой блокады Ленинграда, Великой Победы, это и Пискарёвское кладбище, это и Площадь Победы, это музей блокады Ленинграда. Я хотела бы сказать, что вот созвучно с нашим конкурсом «Уроки Победы» первый урок нынешнего учебного года, 2 сентября, у нас будет урок блокады. 9 августа впервые тоже в Санкт-Петербурге возложение венков, цветов памятнику Пискарёвскому мемориалу, так как в этот день закончилась Великая Ленинградская битва. И вот все эти мероприятия, понятно, что у нас тоже есть план уже составлен, притом он шёл от образовательных учреждений, и это всё позволяет ребятам быть причастными к истории, к самой истории Великой Отечественной войны. И мы имеем практику, и, наверное, это многие сейчас коллеги из регионов скажут о том, мы её не прекращали все эти годы, начиная ещё с советских времён, советской школы. В каждых мероприятиях, которые проходят в Ленинграде, будь это школы, будь это районные мероприятия, дворцы, обязательно принимали и принимают участие участники Великой Отечественной войны, дети блокадного Ленинграда. Сегодня, конечно же, уже много представителей различных общественных организаций, в том числе мы активно привлекаем и откликаются с удовольствием члены Совета Героев Советского Союза, героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. Санкт-Петербург готов стать центральной площадкой для его проведения, может быть, прямая трансляция из Мультимедийного музея «Россия. Моя история» с участием широкого круга участников. Это и представители ветеранских организаций, и наши детские патриотические объединения. Вот такое предложение от Санкт-Петербурга. – Спасибо, Жанна Владимировна. Константин Ильич Могилевский. – Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Ольга Юрьевна, уважаемый Владимир Ильич, Владимир Иванович, Леонора Валентиновна. Я хотел бы, прежде всего, обратиться к проекту «Положение о конкурсе», о котором докладывал Андрей Евгеньевич, который нам предстоит сегодня утвердить. Вот в связи с тем, что сказала Леонора Валентиновна, я бы предложил дополнить пункт 4.5. Я сказано, что организационно-методическое обеспечение первого этапа работ зарубежных участников конкурса осуществляет российское историческое общество. Наверное, российское историческое общество могло бы это делать совместно с Россотрудничеством, и мы бы тогда с коллегами проработали бы соответствующий механизм. Конечно, уже в этом году для организации этой работы потребуются хоть и небольшие, но средства. И по линии фонда «История Отечества» они предусмотрены, совет фонда в июле соответствующее решение принял, произвел корректировку сметы. И я бы просил, уважаемая Ольга Юрьевна, поддержать внесение соответствующих изменений в соглашение с Министерством просвещения. Поскольку речь идет все-таки о расходовании средств в бюджетные субсидии, то, если можно, в положении также записать, что конкурс проводится при поддержке фонда «История Отечества». Ну и имея в виду то, что составу жюри предстоит выполнить большую работу, 10 номинаций, может быть, добавится 11, 85 участников по каждой из номинаций. Если бы мы в положении допустили бы возможность для жюри привлекать дополнительных экспертов для этой работы, то, наверное, тоже бы такой механизм мог быть в жюри востребован. Спасибо. Сергей Михайлович Кочетков на нашем собрании представляет гостеприимных хозяев, первый заместитель главного редактора информационного агентства «Россия сегодня». Сергей Михайлович, Вы прокомментируете? Спасибо за возможность сказать несколько слов. Мы традиционно поддерживаем такие инициативы, очень много делаем проектов, посвященных годовщине Великой Победы. Считаю, что мы, как агентство, тоже обязательно поддержим этот конкурс, прежде всего, наверное, в плане информирования учителей и тех, кто захочет принять участие в этом конкурсе. Потом, естественно, будем рассказывать о главных событиях. Также агентство работает не только в России, но и за рубежом, на 30 иностранных языках, на всем постсоветском пространстве. Мы активно сотрудничаем и с Россотрудничеством, простите за такое сочетание. Я думаю, что тоже на наших зарубежных ресурсах, на всех языках мы активно поддержим эту инициативу и, возможно, придумаем что-то оригинальное, чтобы поддержать и иностранных участников, которые примут этот вызов. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто еще хотел бы дать какие-либо комментарии? Пожалуйста. Пожалуйста. Большое спасибо за возможность сказать. Учитывая, что наверняка нас смотрят, возможно, в режиме онлайн-трансляции учителя, я бы хотела обратиться ко всем участникам конкурса активнее использовать для методических разработок ресурсы музея. В каждом из музеев, которые представлены здесь, наверняка в тех территориях, которые будут принимать участие в конкурсе, есть уникальнейшие экспонаты, потому что мы знаем, что историческая память, она должна быть персонифицирована. Только в нашем музее их сотни. За каждым из них история попадания в музей. Многие из них из этих личных комплексов героев, неизвестных, кстати говоря, героев. В частности, например, одного мальчика, который погиб всего, Филиппов, Саша, в 17 лет под Сталинградом, потому что он делал вылазки во вражеский тыл, совершал диверсионные акции различные, был схвачен, повешен. Сразу после освобождения Сталинграда был сформирован его личный комплекс. И много таких экспонатов есть у каждого из нас. Поэтому я считаю, что такие экспонаты могут оживить вот эти уроки истории. И они у нас практически у всех оцифрованы. Мы с радостью будем этими экспонатами делиться. У нас, например, даже хранится кусок от стола из бункера Гитлера, который в своё время, когда туда вошли, освобождали наши солдаты, откололи просто. И потом вот в музее революции, который все тогда любили, он был культовым, как известно, местом в Советском Союзе, его туда сдали. Вот он у нас. И он практически никогда не выставлялся. Так вот, повторюсь, за каждым история. Поэтому предлагаю всем учителям истории использовать фонды музеев. Мы будем этим делиться с удовольствием. Спасибо. Прошу. Коллеги, буквально несколько слов. Сергей Евгеньевич, как главный редактор учительской газеты, когда к нам обратились с просьбой поддержать данный конкурс, мы, честно говоря, постоянно поступают разнообразные предложения, от многих из них мы отказываемся. Но здесь, конечно, мы с огромной радостью выступили и как члены оргкомитета, и вошли в состав жюри, и информационно поддерживаем. Это важно, мне кажется, для этого конкурса, в том числе и потому, что именно у учительской газеты та самая целевая аудитория, которая будет участвовать в данном конкурсе, плюс ко всему. Я бы хотел высказать такую инициативу, может быть, не в это положение включить, а посмотреть, какие будут результаты у конкурса в этом году, и сделать его постоянным. Потому что победы наши, они куются в том числе и сегодня, и я, как человек, который когда-то пешком пришел на авиабазу Хмеймим в Сирии и этим событием удивил в том числе президента страны, считаю, что и те люди, кто сегодня занимается нашими победами, они тоже достойны того, чтобы потом войти и в Истонию. Они уже входят в Истонию, но для того, чтобы мы могли увековечить их, в том числе в стенах различных школ. Спасибо большое. – Спасибо. Ещё есть желающие? Прошу. Пожалуйста. – Сергей Ильич, во-первых, спасибо Оргкомитету, что именно московским школам будет предоставлена возможность, что называется, вживую познакомиться с 30 лучшими разработчиками материалов. Мы, Александр Анатольевич, не рассматриваем это как нагрузку, мы как раз рассматриваем это как возможность шикарной. Спасибо большое, но я попросил слово ради вопроса. – А вот в связи с тем, что мы хотим, чтобы участвовали учителя не только из России, ограничений в положении нет, но может всё-таки стоит уточнить, что работа будет приниматься только на русском языке или работа будет приниматься и на других языках. Для Анатолия Васильевича Таркунова, по-моему, организовать перевод на русский не проблема, поэтому жюрист может рассматривать все работы. Ну, то есть, это вопрос. – А там есть номинация как раз на урок на родном языке, то есть, это может быть родной для любого участника, в том числе и для малых народов нашей страны, и для иностранных государств. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Коллеги, ещё есть желающие выступить? – Пока нет. – Давайте теперь перейдём к писанию соглашений, о которых я уже говорил, соглашений с организаторами международного конкурса. Пожалуйста. – Для обеспечения проведения международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» подписывается соглашение о взаимодействии между Российским историческим обществом и Министерством просвещения Российской Федерации, а также между Российским историческим обществом и группой компаний «Просвещение». Соглашение подписывают председатели Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин, министра просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева и председатель Совета директоров группы компании «Просвещение» Владимир Ильич Узун. Уважаемые участники подписания, поздравляю с подписанными соглашениями. Спасибо, уважаемые коллеги. В ходе обсуждения прозвучало несколько хороших предложений, которые, конечно, будут учтены Оргкомитетом, в том числе Ольга Сергеевна Ирилова предложила некоторые элементы взаимодействия нашего Оргкомитета с Оргкомитетом «Победа». Я считаю, что было бы целесообразно от имени нашего собрания обратиться к Оргкомитету «Победа» о включении международного конкурса «Уроки Победы» в план мероприятий «Года памяти и славы». Если у вас нет возражений, мы именно это и сделаем. Ну а всех хотел бы благодарить за участие в сегодняшнем собрании. Спасибо. Уважаемые участники, приглашаем всех в форшетную зону на бокал шампанского. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.